Своё новое временное жильё Людмила Казанцева обустраивает в то время, как её супруг вот уже четвёртый день не встаёт, отходит от того состояния, в которое сам себя загнал наркотиками. В Центр социальной реабилитации в селе Детляшка супружеская пара пришла добровольно. В прошлом у семьи было всё – жильё, бизнес, нормальная жизнь. Говорят, сгубила плохая компания, а вот выбраться самостоятельно уже не получилось. Без посторонней помощи, знаете, всё равно очень сложно справиться. Это серьёзная зависимость. Я думаю, что это очень серьёзная зависимость. И без посторонней поддержки её не преодолеть, я так считаю. Судьбы всех 11 человек, кто сегодня живёт в Центре, схожи. Сначала счастливая жизнь и масса планов, затем словно обомутнение рассудка и, как следствие, совершенно неопределённое будущее. И рассчитывать на чью-то руку помощи уже не приходится. Помимо пагубных привычек, у многих проблемы с документами. В Центр же приходить никого не заставляют. Водопеку берут исключительно тех, кто твёрдо решил измениться. У нас есть диски определённые, есть программа определённая, 12-шаговая, которая рассказывает о том, как человек попадает в такую зависимость, как ему лучше оттуда выбраться, какие бывают последствия, на кого это отражается, на семью, на детей, на родителей. Центр создан при поддержке городской администрации. Отсюда и помощь. Выделено помещение, предоставлена работа. В общем, созданы все необходимые условия для реабилитации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В отрезвлении никакого здесь не происходит. Здесь происходит помощь тем лицам, которые внутренне, сознательно пришли к тому, что они хотят вернуться к жизни, хотят бросить пагубные зависимости, вот эти алкоголизмы, наркоманию, там, скажем так, или просто хотят встать на ноги. Чтобы изменить свою жизнь, нужно желание самих людей, подчеркивают организаторы социального центра. Тем же, кто принял решение, здесь дают надежду на выздоровление, крышу над головой и возможность зарабатывать. Затягивает, засасывает, поэтому тяжеловато. Тем более, когда человек теряет, как говорится, смысл в жизни, понимаете, там где-то у него побрушилась семья, там то, сё, он теряет, как говорится, веру, надежду теряет. А здесь он её обретает. Без дела в Центре социальной реабилитации тоже не сидят. Многие работают над строительством школы в селе Верхняя Беранда. Нет ни нареканий, ни жалоб. И каждый день от дня старается быть немножечко лучше, чем вчера, чтобы не подвести тех, кто в них поверил тогда, когда, казалось, отвернулся уже весь мир. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.